Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! С вами телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Как всегда, мы подготовили для вас материалы о самых интересных событиях и жизни православной Одессы. Сначала коротко о главном. 25 февраля православные христиане чествовали Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Переселенцы с востока Украины продолжают искать и находят поддержку в церкви. Поджог автомобиля священника прямо под стенами храма. Кому и зачем это было нужно? Об этом и других событиях далее в нашем выпуске. 25 февраля православные христиане чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы, поскольку это день, когда монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ. Особенно этот день празднуется в Одесском Свято-Иверском мужском монастыре. Праздничное богослужение здесь возглавил высоко преосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Икону Божьей Матери Иверскую чудотворную православные чествуют три раза в год – 25 февраля, 26 апреля и 25 октября. История этого образа берет свое начало в I веке, когда Божья Матерь еще в дни своей земной жизни благословила святого апостола и евангелиста Луку написать ее изображение. А вот история Одесского списка, то есть копия с чудотворного образа, берет свое начало весной 1999 года. Тогда, по благословению митрополита Одесского Измаильского Агафангела, монахи Свято-Иверского Одесского мужского монастыря отправились на Святую Гору и заказали точный список Иверской иконы с древнего чудотворного образа. В наш 2001 году в этот обитель принесен этот чудный образ, который украсил наш город духовно и стал центром духовной жизни этого некогда забытого района, где не было ни храма, ни обители, и сама Пречистая избрала это место для того, чтобы быть здесь. Уже более 16 лет рядом со школьным аэродромом в Одессе сияют золотые купола Свято-Иверского мужского монастыря. В престольный праздник в обители яблоку негде упасть. Здесь без приукрашения собралась вся православная Одесса. А когда-то здесь, среди степи, в окрестностях Одессы находился женский Михайловский скит. В начале 20 века на месте скита открыли Одесский аэроклуб. Свято-Иверский одесский мужской монастырь появился здесь только в конце 20 века. В мае 1998 года на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви и иерархи церкви постановили благословить открытие новой обители в честь Иверской иконы Божьей Матери в Одессе. И мы счастливы, что сегодня мы находимся в обновленном монастыре, где в честь Божьей Матери строятся и храмы, и новые корпуса, где люди куда приходят для того, чтобы по этой дорожке, по этой тропе пройти сюда. Чудно в образу Божьей Матери здесь, в часовне, получить духовную радость, имеет возможность прославить Пречистою, принести достойное поклонение и благодарение и спросить у нее благословения на ежедневные наши дела, на нашу жизнь, и в скорбях и испытаниях порадоваться, что у нас есть на земле благая вратарница, которая открывает двери наших сердец через молитву, и входит Господь своей благодатью, и Пречистое своей милостью, отверзая эти сердца, делает их источником постоянной радости от Духи Святой. Прихожане отмечают присутствие особой благодати в день престольного праздника, который возглавил митрополит одесский измаильский Агафангел. Я сюда вообще часто хожу, как бы прихожанка этого монастыря, а сегодня у вас вообще служба, мне очень понравилось, очень красиво пели, и много приехало священников, митрополит сегодня возглавлял нашу службу. И я нечасто попадала на служение митрополита, вот это первый раз я попала, и я очень довольна, впечатлена, ну и рада, что я пришла сегодня, большой праздник, и все молимся о спасении, о стелении Матери Божьей. Всегда большая служба, это праздник, и ощущаешь себя на взлете, ну в общем, всегда ждешь что-то от него, от этого праздника. Всякая служба, которую ведет владыка Агафангел, что много благодати присутствует в это время. Афонский список Иверской иконы Богородицы в монастыре – первый, но не последний в Одессе. По благословению владыки Агафангела, такой же список находится в главном соборе города – Спасо-Преображенском кафедральном. А в прошлом году владыка-митрополит лично привез со Святой горы Афон список Иверской иконы Божьей Матери, который теперь будет оберегать недавно открытый Свято-Покровский скит Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря. Мы рады и мы счастливы, что Одесса – это частица Святой Афонской горы. У нас множество чудных икон, привыкших оттуда и до революции, и в наше время и Иверской скоропослушницы достойно есть, и многие-многие другие, украшают наши храмы Адриан-Натальевский на французском, и собор Свято-Успенский, там тоже и Иверский образ Божьей Матери почитаемый, икона чудная от рада и утешения, редкая икона, которая тоже хранит верующих нашего Богоспасаемого Града и сама является от рады и утешения для тех, кто приходит к ней, для того, чтобы принести свои скорби и получить утешение и радость духовную. 25 февраля 2016 года в день памяти Иверской иконы Божьей Матери в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Одессы было совершено праздничное богослужение, которое возглавил викарий Одесской епархии, преосвященнейший Аркадий, епископ Авидиопольский. Одесский край всегда был местом особого покровительства Божьей Матери. Множество раз Пресвятая защищала это место от всякого рода бед и невзгод. Как и в обыденной жизни человек всегда почитает своего защитника и всячески благоговеет перед ним, так и в Одессе почитают и просят о всегдашней помощи Богородицу. Особо чтутся одесситами иконы Пречистой, и одна из них — это Иверская икона Божьей Матери. Память этой иконы совершается в последний месяц зимы и тем самым дает знать, что скоро покровительством Пресвятой настанет новая пора расцвета всего живого. Честуя память иконы, 25 февраля 2016 года в Спасо-Преображенском соборе города Одессы была совершена торжественная литургия епископом Аркадием, викарием Одесской епархии. В своем архипастерском слове владыка рассказал о столь чтимой в Одесской крае иконе. Много чудес совершалось и совершается от икон Божьей Матери. Икона Божьей Матери Иверская спасает от бед, от напастей, от пожара, от наводнения. Не молится перед путешествием, ей молится, когда уходит далеко от своего дома для того, чтобы Матерь Божья вратарница охраняла их дом или квартиру. Много испытаний выпадает на судьбу боголюбивых одесситов, но никогда Богородица никого не оставляла. И все, кто к ней обращался, несомненно, получили полезное не только для земной жизни, но и для жизни вечной. Одесская епархия продолжает работу по оказанию помощи вынужденным переселенцам и социально незащищенным слоям населения. Во вторник еще 23 человека получили помощь на общую сумму в 14 тысяч гривен. Кроме того, было роздано 178 продуктовых наборов, включающих все самое необходимое для жизни. Важно отметить, что вынужденные переселенцы нуждаются не только в материальной поддержке. Так в этот раз одна из переселенок обратилась с просьбой и получила в дар Библию для духовного совершенствования. Ситуация, которая происходит в Украине на протяжении последних нескольких лет, показала и нашла понимание у украинцев, что в жизни главным является не материальный достаток, а духовная составляющая. Поэтому многих это подвигло задуматься о духовном самосовершенствовании, о заповедях, которые нам даны свыше, о помощи ближним и поиске спасения души. Социальную помощь в очередной раз оказывает Одесская епархия. В храме иконы Божьей Матери достойной есть собрались как переселенцы с востока Украины, так и одесситы, которым необходима поддержка. За неделю Одесская епархия получила 178 прошений. И, как всегда, всем нуждающимся была оказана помощь, в том числе в продуктовых наборах. Продукты – это и масло, и сахар, и крупы, естественно. Ну, если есть что-то там, мясные продукты, может, какие-то консервы есть. Спасибо, хочу сказать, всем, кто помогает нам этой епархии. Очень благодарен за оказанную нам помощь нашей семье в продуктовых наборах. И спасибо Божьей помощью, что это все нам достается благодаря действию этого храма. Помощь нужна всякая. Всякая помощь. И я думаю, что все, кто получает эти продуктовые наборы, они благодарны за то, что им дают. Как бы все, что... Все эти продуктовые наборы здесь и тушенка, и масло, и крупы, и мука. Это как раз все то, что нужно. Поэтому, что желать более. Я получила продуктовый набор, за который я очень благодарна. Делается очень большое дело. Помощь тем, кто нуждается. Такое тяжелое время. Все мы оказались в такой ситуации, когда очень тяжело. Поэтому благодарю. По словам председателя епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протеерея Павла Полищука, люди приходят сюда не только за материальной поддержкой. Так, одна из обратившихся переселенок попросила в дар Библию для духовного самосовершенствования. Есть потребность не только в пище, но и в материальном, а и в духовном. Поживя здесь, я поняла, что Библию надо читать каждый день. И благодаря отцу Сергею, который приходит в Куяльник к нам каждую среду, и мы ходим в храм, пришло такое решение, что надо читать Библию православную. Поэтому обратилась с помощью, в первую очередь, что показали помощь с Библией. Потому что мы в такой ситуации, что надо духовная поддержка, помощь духовная. Поэтому выражаем всем признательность, благодарность. Одесская епархия не может оставаться в стороне и в меру своих сил сегодня оказывает помощь. И хочу обратиться вновь к одесситам, у кого есть малейшая возможность оказать помощь людям, приносите продукты питания во все православные храмы. Все это свозится в этот координационный центр. И вот каждую неделю каждый из вас может стать свидетелем, как эти продукты попадают тем людям, которые в этом нуждаются. Сегодня мы как никогда должны быть сплоченными и оказываться рядышком с теми, кто сегодня нуждается в нашей поддержке и помощи. К сожалению, этот день, 23 февраля, закончился для руководителя координационного центра протерея Павла Полищука неожиданным событием, которое шокировало общественность Одессы. Неизвестными злоумышленниками был совершен целенаправленный поджог автомобиля отца Павла. Это все, что осталось от автомобиля. Его облили в нескольких местах бензином и подожгли. Благодаря оперативным действиям быстро отреагировавших сотрудников ГСЧС он не повлек за собой дальнейшего пожара, находящегося рядом здания координационного центра. Вчора о 20.02 до службы порятунки 101 надійшло повідомлення про те, що на Олесвільській площі 19 виникло загорання ликого автомобиля Toyota Camry. О 20.07 на місце події прибули рятувальники 8-й держав пожежно-рятувальної частини у складі основной единицы техніки АЦ 20,5-40 і 5 чоловік особого складу. О 20.07 рятувальники прибыли і о 20.09 загорання було ліквідовано. Вогнем пошкоджено салон і моторний відсіл автомобіль на площі 5 квадратних метрів. Причини пожежі та збитки встановлюються. На данный момент ведеться следствие. Следует отметить, що именно этот центр, который возглавляє протеерей Павел Полищук, оказыває гуманітарну помощь людям, которые вынуждены были покинуть родные места в восточних областях України, а також всем нуждающимся одесситам. Полтора года назад, коли почались события на востоке України, множество людей прибыли в Одесскую область і оказались лицом к лицу с бедой. І в цей момент Одеська епархія по благословію правящим нашим архіреем Митропольда Гафангела стала оказывать помощь этим беженцам. Сначала только беженцам, а затем ми стали оказывать помощь нуждающими одесситам, потому що економічна ситуація в страні становиться все хуже і хуже, люди оказались на грани нищеты, і многие стали обращаться за помощью нашої епархії. Кроме того, под руководством отца Павла регулярно отправляются гуманитарные грузы на восток України, тем самым поддерживая і українських солдат. Эти грузы собирает по возможности вся одесская епархія. І духовенство, і православні миряне, все стараются поддерживать эту ініціативу, опираясь на незыблемі нравственні цінності человечества. Уже п'ять таких грузів було отправлено за год существування центра. Отец Павел сопровождав лично каждый із них, несмотря на небезопасну дорогу. Сроку гуманитарна деятельність соціального отдела одесской епархії продолжает находить поддержку среди населения города. 21 февраля в Международний день православной молодежи в Одесской духовной семинарии состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. В стенах духовной школы собрались не только ее воспитанники, но и их сверстники, представители молодого поколения православных христиан. Как и полагается, мероприятие началось совместной молитвы в виде молебного пения. Международный день православной молодежи — особый праздник, история которого простирается совсем недалеко, но уже составляет более чем полвека. Празднуется он 15 февраля на Сретение Господне, и это не случайное совпадение. Каждый христианин знает, что в церковный праздник Сретения вспоминается не просто встреча одной личности с другой, Симеона с Богородицей, но встреча всеобщая, говоря современным языком глобальная встреча человечества со своим небесным отцом. Именно этот день и был выбран Всемирным днем православной молодежи, чтобы молодое поколение юных христиан имело возможность общаться со своими единомышленниками. В Одесской епархии отделом по делам молодежи было организовано концертное мероприятие. Для удобства торжество перенесли на воскресенье 21 февраля. Мероприятие предварял молебен, который возглавил ректор Одесской духовной семинарии «Архимандрит Серафим». После молебного пения в храме иконы Божией Матери «Живоносный источник» мероприятие перенеслось в стены актового зала семинарии. Под сводами духовного вуза в этот день присутствовали не только семинаристы, но и их православные сверстники. Здесь отец-ректор обратился к молодежи с приветственным словом. Я приветствую дорогие гости всех, кто сегодня пришел в Одесскую духовную семинарию, но, конечно же, студентов, которые учатся здесь. И хочу обратить ваше внимание на то, что вот уже второй год подряд мы собираемся здесь в День православной молодежи для того, чтобы все вместе отметить этот особый праздник. В действительности этот праздник объединяет с собой людей разных категорий, что позволяет им определиться со своим будущим. В молодом возрасте особо важно общаться со своими сверстниками, чтобы самому найти себя в обществе. Человек формирует свое будущее как раз в том возрасте, в котором сегодня находитесь вы. Для того, чтобы в последующем твердо стоять на ногах, на ногах иметь свою твердую позицию, в том числе и православную позицию, нужно уже с молодых лет закладывать этот фундамент в храме, в воскресной школе. И, наверное, как вершина этого самообразования является получение богословского образования в духовной семинарии. Своим выступлением слушателей порадовал коллектив недавно сформированного молодежного хора Одесской епархии. Несмотря на пока еще небольшой репертуар, хор все же делает определенные серьезные успехи. Ранее в детстве беззаботно я не знал, как трудно жить. Мать трудилась, чтобы было, чем горить и чем поить. Если мать еще живая, счастье ты ждут на земле, и с тобой переживая помоиться во земле. В этом хоре принимают участие юные православные активисты, которые пожертвовали собственным временем, чтобы восхвалять своим пением Бога и радовать людей. Здесь многие из них впервые получили опыт церковного хорового пения. Все это создано на волонтерской основе. Каждый пожертвовал своим временем, своими силами ради любви к ближним и для того, чтобы сохранить свою веру для будущих потомков. Особый креативный коллектив гостей концерта также предложил слушателям оригинальный способ исполнения музыкальных произведений на уникальных инструментах. Современная православная молодежь заинтересована в этом празднике как в альтернативе западным секулярным, то есть отдаляющим от Церкви Христовой веянием, которое получает особо широкое распространение в нынешнее время. В первую очередь деятельность православной молодежи в рамках епархиального отдела сосредоточена на катехизаторской программе. И хотя здесь встречается множество мероприятий, посвященных самым разным отраслям культуры, все они так или иначе собирают молодежь в лоно Церкви. Молодая душа она гибкая к восприятию. Следовательно, здесь то, что предложишь, душа молодого человека она примет. Но самое главное, чтобы то, что она приняла, принесла плод. Всестороннее развитие личности пожалуй, один из главных лозунгов современной православной молодежи. Ведь человек существо социальное, поэтому так важно окружать себя людьми с общими взглядами и идеями. На церковном языке это называется единомыслие. Это слово мы слышим в богослужении. Именно в единомыслии со своими братьями и сестрами во Христе должен жить каждый христианин. Чем бы человек в жизни не занимался, ему всегда хочется с кем-то поделиться своими мыслями. Вот православная молодежь это единомышленники, люди, которых объединяет единая вера и единый образ мыслей. Концертное мероприятие, организованное епархиальным отделом по делам молодежи, сплотило вокруг себя людей самых разных категорий. Их всех объединяло одно вера в Бога и стремление участвовать в жизни церкви. Ведь истинное православие и осуществление его идеалов возможно в любых сферах человеческой деятельности и жизни. 29-летнему Андрею Генсеровскому срочно нужны деньги на лечение от рака. Три года назад у парня выявили опухоль надпочечников и рак щитовидных железы. А дальше Андрей перенес несколько операций по удалению самой щитовидки, лимфоузлов и злокачественных опухолей надпочечников. Состояние стабилизировалось, но вот совсем недавно болезнь снова дала о себе знать. Метастазы выявили уже в позвоночнике. В Украине нет возможности вылечить парня и ему срочно нужно ехать в Израиль. Минимальная сумма 20 тысяч долларов. У семьи таких денег нет и они обращаются ко всем неравнодушным дать им возможность побороть страшный недуг вместе. К нам в редакцию обратилась мама Андрея Надежда Генсеровская. Часто ее можно встретить у одесского свято-сретенского храма с боксом для сбора помощи. Дело в том, что ее сыну необходима срочная помощь. В 2013 году жизнь 26-летнего одессита Андрея Генсеровского кардинально изменилась. Его начали мучить головные боли, от которых парень попросту терял сознание прямо на улице. А еще приступы удушья, перепады давления. Врачи поставили диагноз вегетососудистая дистония. Но когда головная боль стала просто невыносимой, Андрей с мамой решили провести УЗИ щитовидной железы, сделали пункцию и обнаружили злокачественные опухоли. Дальше Андрей поехал в Киев, чтобы сделать операцию по удалению щитовидки. Но там у него обнаружили еще и опухоль надпочечников. Когда определили компьютерную томографию в Киеве сделали левролаб, то тогда определили, что у него надпочечники опухоль и сделали в 12-м году 10-го сентября первую операцию, а через месяц удалили щитовидную железу. Андрей перенес две операции, после которых состояние немного стабилизировалось. После операции вообще состояние нормализовалось, отлично себя чувствовало. спортом занимался, ну и занимаюсь до сих пор. Чем занимаетесь? Настольный теннис, бегаю, чувствую, что именно это делает сильнее, еще помогает мне бороться с этим всем. Дальше третья операция по удалению лимфоузлов. Но недавно головные боли снова вернулись и после очередных анализов оказалось, что метастазы рака уже в позвоночнике. Сейчас диагноз Андрея включает в себя рак щитовидной железы, гипотериоз, остеохондроз хребта и уменьшение двигательной активности гортанных мышц, что влечет за собой нарушение мышц и гортани. В конце в конце прошлого года мы ездили в Израиль, в Тель-Авив и вот были клиники, медицинский центр Зураски, это городская клиника, там мне провели исследование и вот мы собираемся вновь туда поехать. Доктор ему сказал, что мы надеемся на операцию, но если операции не получится, значит будем глушить другими препаратами. Мы даже не знаем, что будут делать, потому что медулярный рак, это очень опасный рак, он себя не проявляет, это опухоль в сонном виде, замороженном, а бывает молчит, молчит и тут же медостаз. На данный момент семья уже одолжила 3000 долларов на лечение, но минимальную сумму в 20 тысяч долларов нужно собрать к 21 марта. Я хочу обратиться ко всем одесситам, если вы можете, если вас позволит ваше состояние, помогите моему сыну выздороветь, я вам буду очень благодарна, как вам. А пока 29-летний Андрей не теряет веры, он занимается спортом, играет на любимой бас-гитаре и мечтает создать семью. Я думаю, что я должен справиться с этим, что я встретил много небезразличных людей, хочу задуматься о семье, хочу задуматься о постоянной работе, хочу посвящать свободное время музыке. Призываем и вас не остаться равнодушными к судьбе молодого парня, который уже успел пережить столь сложные испытания. Давайте же вместе поможем ему реквизиты на ваших экранах. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам в нашем сегодняшнем выпуске. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители, до новых встреч. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова